Человек приходит в этот мир победителем, так заложено природой Но человек не помнит об этом, ему старательно помогают забыть о его природной сущности В процессе взросления социум формует из маленького человека полноценного члена общества Хотя растущего человека всячески загоняют в рамки, ограничивая его восприятие Человек остается полон природного оптимизма, веры в свое светлое будущее От ответов на вопросы «Кто я?», «Зачем я здесь?» Взрослые старательно уходят, потому что сами не знают ответов на эти вопросы Человек или продолжает учиться, или начинает работать после школы Но некоторые знания о мире продолжают хаотически поступать и накапливаются в его памяти Человек все еще верит в то, что он все делает правильно Учится, обзаводится с семьей, устраивается иногда даже на любимую работу Годами 30-35 человек уже накрепко повязан по рукам и ногам Семейными вузами, обязательствами перед компаньонами, партнерами, сослуживцами, коллегами И главные вопросы «Кто я?», «Для чего я здесь?», «Что я должен сделать?» И что будет дальше? Практически не задает себе человек И уж тем более, вряд ли пытается искать ответы на эти вопросы И вот, годам к 45-50, когда карьера уже устоялась, с работой все хорошо Когда дети уже получили образование и трудоустроены Программа минимум перед собственным выполнена Начинают одолевать сомнения Может быть стоит поискать ответы на вопросы? Кто я? Зачем я здесь? Каково мое предназначение? А из глубины, из рамы комфорта Слышится вкратчивый шепот А может не стоит искать? Наконец-то долгожданная пенсия Дети самостоятельные давно И вроде бы все правильно Но душе покоя нет Ощущение какой-то незавершенности Какой-то недосказанности Кажется, что ты не сделал Чему-то не уделил должного внимания И тут, ба-бах, вспышка озарения Так и есть Ты обделил свою душу Ты так и не узнал Зачем ты пришел на эту землю Ну что ж, самое время И тут человек начинает искать Понимая, что времени жизни остается не так уж и много Кто-то становится ярым примерцем религии Кто-то бросается читать умные книжки все подряд Все больше нагромождая хаос знаний нужных и не очень Некоторые отправляются путешествовать по святым местам Кто к шаманам, кто в Тибет Тут куча вариантов Главное, что человек пытается наверстать, догнать ушедшее время И хорошо, если хоть что-то сдвинется в понимании мира Значит, все не зря И остается еще чуть-чуть времени что-то сделать и поменять Но печальный момент заключается в том Что человеку-то повезло И он узнал ответы на все свои вопросы Но только тут приходит осознание Что самую основную задачу своей жизни и не выполнил Но и времени что-то наверстать уже нет Закономерно возникают вопросы Но почему не узнал об этом раньше? Почему никто не подсказал? Почему некоторые знания не дают еще в школе? Тут наступает пауза Извиняющая тишина в голове И в этой тишине спокойный, тихий голос говорит А ты сам искал ответы на вопросы А ты слушал, когда тебе пытались подсказать Ты сам почему не учился, когда была такая возможность? Вместо того, чтобы стать счастливым Получив ответы на главные вопросы Человек начинает сожалеть Что не начал раньше собирать пазлы своей жизни Так почему люди тратят уйму времени Для достижения чужих придуманных целей? Почему исполнять задачи, навязанные социумом? Зачем запихивать окружающий мир в шаблоны и правила? Вместо того, чтобы воспринимать мир как есть широко и свободно Вместо того, чтобы радоваться простым вещам и жить счастливо Не в угоду экономическим показателям И планам по освоению бюджета Люди, кто вы? Зачем мы на земле? Счастливы ли вы? Почему нами манипулируют? Свою ли вы жизнь живете раз за разом? Чтобы все это понять, нужно учиться складывать картину мира Картину жизни, вашей жизни Нужно учиться, нужно разбираться И когда попадается человек, который может подсказать В каком направлении копать То не нужно откладывать Завтра спрошу Потому что завтра учителя может не быть Может не быть вас И вообще для кого-то Может не быть самого завтра В итоге получается, что люди живут так Как будто никогда не умрут Заполняя сосуд своей жизни Разной нишурой и мелочами А умирают Как будто никогда и не жили В последний момент Осознав Что можно и нужно было делать все по-другому Но не так все мрачно Ищите Учитесь Встречайтесь Общайтесь Посмотрите на мир другими глазами Очистите свой разум Станьте открытыми миру Подружитесь с ним Ибо, как сказано Имеющий уши да услышит Имеющий глаза да увидит Не останавливайтесь в своем пути познания себя и мира Ищите учителей Ищите попутчиков Ваши старания не пропадут даром И вы сделаете свой следующий шаг В своем духовном развитии Всех благ Я Александр Воклис